Командир чеченского спецназа Ахмат Абтия Лаудинов получил высокую должность в Минобороны России. Находящийся под санкциями США и ЕС, приближенный Кадырова, назначен заместителем начальника главного управления по военно-политической работе. Служба безопасности Украины обвиняет его в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны. Несмотря на новую должность, Алаудинов также продолжит руководить Ахматом, бойцов которого в Украине считают причастными к убийствам мирных жителей и рейдам на оккупированных территориях. С Абтия Лаудиновым также связывают распространение пыток в секретных тюрьмах Чечни. Об этом заявлял правозащитник и бывший политически заключенный Руслан Кутаев. При этом в самой республике продолжается рекрутинг добровольцев на войну против Украины. Власти каждую неделю отчитываются об отправке новых групп, среди них как выходцы из других регионов, записавшиеся на войну через так называемый Университет спецназа в Гудермесе, так и уроженцы Чечни. На войну местных жителей принудительно забирают, в том числе за употребление алкоголя и наркотиков, заявлял правозащитник Абубакар Янгулбаев. По его данным, людей с зависимостями отправляют воевать по устному приказу Рамзана Кадырова. Людей останавливают на машине, и если кого-то узнают о том, что он выпивший, то ему вместо того, чтобы выписать протокол и привлечь его к анициативной ответственности, ему выписывают контракт о добровольном участии на войне. И еще другая история была, где уже женщина жаловалась на то, что ее сына забрали из-за того, что он употреблял, и ранее даже был осужден за хранение марихуаны, и его забрали без предупреждения, и забрали его не из дома, а с улицы. И когда уже он был в аэропорту, он мог поймать Wi-Fi и сообщить своим родным об этом, и уже через три месяца просто вернули его трупы. Такие истории — это не редкость. Сейчас я решил побольше их поуздавать, побольше их выяснить. И это, думаю, может помочь в целом для того, чтобы открыть новую брешь в системе местной теченской власти, которая пытается избавляться от всех тех людей, либо оправдать себя, почему они отправляют людей на войну. Таким вот образом, называя коронное, мы очищаем нацию от грязной крови. С начала войны правозащитники из кризисной группы СК СОС и источники сайта «Кавказреалия» рассказывали, что участниками войны против Украины становились похищенные силовиками жители Чечни. Некоторым из них предлагали выбор — отправиться на фронт или столкнуться с пытками и получить срок по сфабрикованному делу. По данным СК СОС, чеченские чиновники, имамы и командиры имеют обязательства по числу завербованных на войну. Ради выполнения нормы местных жителей незаконно удерживают в секретных тюрьмах и угрожают расправой над родственниками в случае отказа.